здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале малина как и крыжовник как и смородина нуждается подкормки и это надо делать и осенью и весной сегодня я расскажу чем надо обязательно подкормить ремонтантную малину весной ремонтантная малина если кто не знает это та малина которая плодоносит на побегах текущего года то есть осенью я на своих кустиках срезала полностью все ветви а весной малина выпустила новые побеги и вот на этих новых побегах уже будет урожай и конечно чтобы малина смогла нарастить толстенькие и длинные побеги ее необходимо подкормить азотным удобрением и вот многие спрашивают когда подкормить малину мочевиной а когда аммиачной селитрой в чем разница так вот аммиачную селитру можно вносить ранее ранее весной по оттаившей почве 10-15 грамм на 1 квадратный метр не заделывая почву а мочевину вносим 10 грамм на 1 квадратный метр но ее необходимо обязательно заделывать почву потому что азот мочевине находится в легко испаряющийся на воздухе форме поэтому мочевину и надо обязательно заделывать почву урыхлением но можно еще удобрить малинник раствором мочевины для этого я две столовые ложки мочевины но без верха растворяю 10 литрах воды размешиваю до полного растворения и поливаю кустики малины на 1 квадратный метр идет где-то пол ведра такого раствора перед подкормкой раствора мочевины малинник необходимо полить простой водой чтобы почва была влажная и самое главное после полива малинника раствором мочевины необходимо еще раз сверху полить простой водой чтобы азот не испарился с поверхности а глубже проник почву прямо к корням после подкормки азотным удобрением молодые побеги активно тронутся в рост а листики станут крупнее малина любит расти во влажной почве поэтому малинник надо обязательно мульчировать или сорной травой или сеном можно также замульчировать перепревшим при гноем или компостом большое содержание азота еще в курином помете тем более сейчас в любом создаводческом магазине свободно продается гранулированный куриный помет это вот такие прессованные гранулы термически обработанные поэтому он совершенно безопасен днем нет никакой инфекции никаких яиц глистов и нет никаких семян сорных трав это совершенно чистое органическое удобрение которым содержится кроме азота еще почти все микро и макроэлементы очень нужны для малины для хорошего роста и богатого урожая и стоит он очень недорого вначале мы готовим маточный раствор для этого литровую банку этих гранул высыпаем 10 литровое ведро с водой и хорошо перемешиваю и чтобы этот раствор стал еще более питательным более полезным я добавляю в него еще одну литровую банку древесной золы еще раз перемешиваю и оставляю до полного растворения гранул лучше всего оставить на сутки это у нас получился маточный раствор для приготовления поливного рабочего раствора берем 1 литр маточного раствора на 10 литров воды удобряем малину этим поливным куриным раствором точно так же как мы удобряли и растворы мочевины то есть поливаем малинник простой водой до подкормки куриным раствором и поливаем малинник простой водой после подкормки под большой кустик можно влить пол ведра такого раствора а когда завяжутся ягодки то под большой куст можно и ведро такого раствора если все же куриного помета нет, то можно заменить его раствором гуматов или зеленым удобрением. Добавляю на ведро раствора стакан золы. В комментариях делитесь своим опытом и советами. Всем хороших урожаев и до новых встреч!